Друзья, всем привет! Сегодня у нас будут покупки корейской косметики. Я её купила, ну, наверное, полгода назад и пользуюсь, поэтому могу вам что-то рассказать. Почему корейская косметика, а не какая-нибудь другая? Просто по причине того, что я вообще не разбираюсь ни в какой косметике. Да, вы сейчас смотрите видео из разряда. Она будет что-то нам советовать, когда сама ничего не разбирается. Я ничего вам не буду советовать, я просто покажу вам, что я купила и, в принципе, оставлю отзыв об этом. Так вот, я обычно, конечно, смотрю какие-нибудь, ну, типа, там, не знаю, обзоры, но быстро всё забываю и не запоминаю, какие там ингредиенты должны быть и так далее и тому подобное. Поэтому покупаю корейскую косметику, потому что почему-то я ей, по крайней мере, доверяю. Корейцы выглядят хорошо, я такая, окей. Поэтому я накупила для себя, по крайней мере, мне так кажется, что очень много. И начала я вот такой умывалки от Холика-Холика. Что я могу сказать? Она адски стягивает кожу, и я не знаю, оно так должно быть, это пенка. Может быть, так не должно быть. Но я слышала, что если умывалка стягивает кожу, то нарушен этот какой-то там пиаш. Не знаю, вообще не разбирались в этом деле. Напрочь. Сорянба. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что кожу вычищает очень хорошо, по крайней мере, если я потом прохожусь с тампоном влажным, посмотреть, осталось ли что-нибудь там или нитилярной водой, то я ничего не вижу. Возможно, она хорошо действует. Кстати говоря, расход у неё вообще прекрасный, потому что мне кажется, там осталось ещё минимум половина. Я обычно умываюсь тоником. Взяла тоже от Холика-Холика, потому что по цене они были, в принципе, адекватны, в отличие от всего другого. И вот тоником я больше довольна. Он мне больше нравится. Какой-то он прям приятный. Я, знаете, не наношу его вот так тампоном. Несколько капель выдавливаю на руку и вот прям увлажняю лицо. И после этого я приступаю к увлажнению. Вечером это, а, кстати, как это называется, Холика-Холика, 3 Second Starter. Содержит гиалуронную кислоту. И я знаю, что, хоть я ни черта не понимаю в этом, что гиалуронная кислота, если что-то содержится с ней, то нужно сразу же увлажнять после этого кожу. Потому что гиалуронка удерживает воду и может так оказаться, что вы будете держать либо вашу собственную, либо ту, которая пришла из мне. И вот для таких целей я использую Sleeping Pack. Это ночной крем. Вот, кстати, от чего он? Etude House. Мне понравился, он очень прикольный. Это, кстати, неплохо пахнет. Тот крем, которым я вполне себе довольна, в отличие от умывалки. Он очень жирный и его реально можно использовать только ночью. Ты просыпаешься, у тебя все равно остатки этого крема. Это значит, что пока ты спишь, у тебя меньше заломов будет на лице. Потому что я, знаете, обычно сплю вот так. Подушкой прям в лицо. Если вы вот 100% лучше меня разбираетесь во всем этом ходе, скажите мне, может быть, посоветуйте что-то. Но пока я купила это. Следующее, что мне не понравилось, и на мне это вообще не работает, наверное, потому что у меня не такие сильные поры на носу, хотя и есть черные точки. Blanket clear. Мне обещали, что, ну знаете, мне обещали, что вот эта штука, вот действительно, как будто немножко высасывает черные точки. Но то ли я им пользовалась неправильно, то ли еще что. Вот он у меня так же успакованный и стоит. Вообще мне не понравился. А стоил каких-то бешеных денег. Попробую, может быть, еще несколько раз. Может, я прям так сильно... Ой-ой-ой, воняет он адски. Вот я его наносила на нос. Конечно, с этим сидеть, это прям надо... А там надо ждать, по-моему, сколько, 15 минут? 15-20 минут. На ватный тампон и вот это сидеть с ним, это, конечно, ад. Он воняет ужасно. Следующая покупка, которой я вообще не осталась довольной, это вот такой CC крем от Tommy Molli Natural. 30 SPF у него. И он на козьем молоке. Все было в нем прекрасно. Только один минус. У него вообще нет покрытия. Даже какого-то минимального. У меня кожа без проблем, но... Это вообще какая-то фигня. Просто адище. И я продолжаю все равно пользоваться кушоном от Holiki Holiki. BB Cushion White Face to Change. Вот он крутой. Он дает блеск лицу, который нужен. А это какая-то гадость вообще. Я их пытаюсь смешивать, ну, потому что не выбрасывает ли его же. Он стоит какие-то тоже бешеных денег. Еще одна покупка. Это давно хотела себе. И я думаю, что у многих он в фаворитах. Это вот такой крем с улиточкой от Mison. У меня его осталось уже очень-очень мало. Наношу, ну, исключительно днем. Перед тем, как ушеным обрабатываю лицо. Приятная, нежная текстура. Мне нравится, какое ощущение от него остается после нанесения. Мне нравится, как он, в принципе, ведет себя потом, в течение дня. То есть я его уже не чувствую. Лучше ли это тех кремов, которые я пользовала раньше? Да, мне кажется, лучше. Но если вы пользовались тоже этим кремом и еще каким-то, и, знаете, получше, скажите мне. Ну, пока я им довольна. Хороший. Я не знаю, я еще, знаете, верю в то, что улиточка работает на благо моей кожи. И последнее, это еще раз я вот такие вот еночков прикупила. Вот глаза патчи. Их очень много. Реально много. Их хватает на очень долго. Хотя я волновалась. Сначала Secret K называется компания. Люблю эти патчи. Очень люблю. После них у меня спадает отек. У меня достаточно отечное лицо и все остальное. Поэтому мне, как бы, если я выпила воду вечером, а я люблю пить чай на ночь глядя, часов в 12 или в час ночи, это потом, если мне нужно куда-нибудь срочно спешить, очень вручайно. Друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели мои покупочки. Я очень рада вас, когда их купила. Немножко попробовала посмотреть что-то как. Пишите, если у вас был подобный опыт. Пишите, что вам понравилось. Я с вами прощаюсь. Пока. И переходите на наш с Катей канал, в ту тренде. Ссылка будет в описании. Там мы говорим исключительно о воде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok